Лучшие в стране Добрый день Иван Брадин Добрый день Всем привет Наша встреча, друзья, связана, ну, во-первых, с тем, что страна FM увлеклась игрой в сквош Полюбили И если вы нас утром слушаете и смотрите, то вы наверняка участвуете в игре Страна играет в сквош Получаете потрясающие подарки Это и футболки, и сертификаты на тренировки Ну, и вообще постепенно узнаете об истории этого самого вида спорта Наша же встреча случилась еще и под по какому поводу Дело в том, что 20-го, 21-го октября в сквош-клубе России В крупнейшем пройдет открытый чемпионат Москвы по сквошу Moscow Squash Open 2018 Фух, как все серьезно И как все непросто Друзья, ну, давайте, наверное, мы начнем с чего? С достаточно важного события состоялось не так давно Но открытие крупнейшего России клуба, сквош-клуба Москва Городия Москва Очень простое название, Городия Москва и Москва Все верно? В чем его преимущество? В чем его плюс? Не только же, не знаю, размерами? Или все-таки, прежде всего, размерами взял? И кортами, количество кортов? Здесь размер имеет значение Имеет значение, это хорошо Да, тот случай, где размер, конечно же, имеет значение Но ключевое все-таки в нашем проекте Это не его размер, а ту атмосферу, которую мы уже сейчас попытались создать и создаем То есть мы это называем так Спортивный клуб, каким он должен быть Или там, другими словами, клуб для игроков от игроков То есть как эта вообще идея появилась? Ну, вот была группа людей, которые мечтали создать идеальный спортивный клуб И идея пришла, первоначально, мне в голову Я нашел очень быстро себе партнеров, единомышленников Причем это не только партнеры, которые там непосредственно были инвесторами Но это также тренера, это административный персонал Эта идея вдохновила там порядка 25 людей Каждый из которых приложил свою руку к его созданию И сейчас, когда то, что было сначала в голове у группы людей Обрело свои очертания, ну, конечно же, это завораживает Вот, поэтому к нам, вот мы работаем 2,5 недели И к нам уже приходят люди, играют, потом остаются, общаются, тусуются Там, пьют кофе в баре в нашем И вот этот вот дух, который мы хотели внести, он уже есть Поэтому мы всех приглашаем присоединиться к нашему дружному комьюнити Приходить тренироваться, приходить смотреть По какому адресу? Очень важно знать Слушайте, адрес у нас, конечно, такой, который первоначально я его увидев И попытавшись произнести, я сам испугался То есть Шарикоподшипниковская улица, дом 13, строение 46 Вполне нормально Вот, но из плюса могу сразу сказать, что это всего лишь 5 минут ходьбы от метро Городский проспект А это важно Да, и удобный заезд 3-го транспортного кольца Мы находимся как раз рядом с трешкой, действительно И там, где мы сейчас находимся, вообще формируется большой спортивный кластер То есть помимо нас там находится крупнейший, так же, как и мы, крупнейший в мире сквоша Так и здесь находится крупнейший баскетбольный центр территории мяча Ледовый центр с ледовыми площадками Строится картинг То есть вот мы сели в самое сердце вот этого спортивно-развлекательного центра Поэтому приходите, даже если вашим близким не интересен сквош, а вам он интересен Вы можете как-то детям мороженое, жене цветы по той самой классике Вань, попрошу вас назвать адрес, электронный адрес, точнее сайт Потому что там очень много информации Да, там очень много информации Там очень много фотографий красивых Значит, все очень просто Вы забиваете сквошклуб.москл и попадаете на наш сайт, где четко можно посмотреть, как доехать Что у нас есть, какие есть фотографии Также есть мы в соцсетях, тоже легко находимся в сквошклуб.москл и в инстаграме и в фейсбуке Фейсбук пока еще не наполняем так активно, как инстаграм Есть телеграм-канал, который также находится по сквошклуб.москл Поэтому найти нас очень легко и мы всегда будем вам рады И вы всегда можете позвонить по телефону, по нашему, который также доступен на сайте И вам все объяснят, как добраться, как поиграть, что нужно, что не нужно Потому что вокруг сквоша по-прежнему мифов очень много Я добавлю еще на этом сайте, к тому же можно забронировать себе корт Да, и тренировку сразу И тренировку сразу Взять с тренером, да Это то, чем выгодно отличается клуб Москва от других существующих клубов Мне кажется, знаете, чем он отличается? Наличием прачечной Вот что меня просто восхитило Я скажу честно Я так понимаю, что прачечной можно пользоваться только если ты ходишь и играешь в сквош и тренируешься То есть просто домашние какие-то вещи навряд ли получится принести Да, да Постельное белье не будем стирать Нет, это принципиальная история Сколько кортов? Всем ли хватит места при желании? Ну, вы знаете, вчера произошло такое приятное событие для меня лично Что когда в 5 часов начали приходить люди, в 6 не было ни одного свободного корта Их у нас 9 Вот так Поэтому заранее нужно записываться и бронировать все И до 10 был полностью забукирован клуб Вообще, в принципе, я могу сказать так, что для хороших сквош-клубов Помимо нас есть еще замечательные клубы в Москве То есть можно всегда погуглить и найти Помимо нас еще достаточно много клубов В прайм-тайм действительно очень сложно найти себе корт Поэтому это то, что нужно делать всегда заранее Что такое прайм-тайм? Это время, как правило, с 5 вечера до 10 Ну, конечно, как раз работы люди освобождаются Плюс утреннее время, да Кстати, вот мы запустили интересную очень акцию В ней как раз участвуют все тренеры нашего клуба В том числе Андрей Колчевников Он помимо всех своих замечательных ипостасей в качестве директора Директора школы, деятеля сквоша Организатора национальных и международных тренеров Он еще потрясающий тренер Я могу это сказать точно Потому что сам брал у Андрея цикл тренировок И он в какой-то момент продвинул меня серьезно Просто цикл, я защищал таким образом свой второй уровень На Всемирной Федерации сквоша Ну так все взаимно выгодно получилось В виде ученика Да, и вот у нас есть такая Доброе утро Москва акция Когда можно прийти с утра записаться Это прямо сейчас на сайте Прямо зайти на сайте, сказать Хочу записаться на групповое событие Найти там групповые тренировки И записаться утром, прийти потренироваться Потом в нашем кафе выпить кофе Принять душ и побежать скорее на работу Ну или по делам там Или остаться у нас на веставшийся день Мы не будем никого прогонять Это замечательно Друзья, у нас прям коротенькая пауза Мы вас тоже ни в коем случае не прогоняем А наоборот настаиваем На то, чтобы вы оставались с нами Друзья, это программа «Лучшее в стране» И наша программа продолжается Беседа наша здесь в студии с гостями продолжается Очень насыщенная, интенсивная, интересная А потому что разговор идет о таком виде спорта, как сквош Ну, во-первых, пользуясь случаем Мы всех приглашаем 20-21 октября В крупнейший сквош-клуб России На открытый чемпионат Москвы по сквошу Moscow Squash Open 2018 И, кстати, этот чемпионат состоится как раз Что такое? Иван, нет, говорите, говорите Что-то все в порядке, поправляйте меня Сквош, сквош, сквош open Сквош Сквош Неправильно само слово сквош произношу Нормально В названии Людя, все, что-то пошло не так Состоится этот чемпионат как раз-таки в клубе Москва, о котором мы говорили чуть ранее с вами Да, именно так, именно так Я знаю, что там очень хорошая, серьезная, насыщенная программа И что очень привлекательным является Это свободный вход Да, конечно Мы всем рады Сквош пока не такой популярный вид спорта Чтобы на него продавать билеты за большие деньги И иметь вип-ложу, вип-портер Да, вип-ложу Очень демократичная обстановка Вы приходите Сразу же встречаете кого-то из наших администраторов Членов команды, тренеров Они обязательно вам все расскажут, покажут Можете задавать любые вопросы Самые глупые Могу ли я играть один Могу ли я играть без ракетки Могу ли я прийти с ракеткой по теннису Могу ли я прийти на каблуках поиграть В сланцах Любые вопросы можно задать И вам на них ответят Вот, Андрей, скажи, пожалуйста Вот топ-3 самых дурацких вопросов Которые ты слышал про сквош Это как раз те вопросы, которые я сейчас хотела задать Я думаю Андрей, пожалуйста Первый вопрос, самый популярный А что, разве вдвоем играют сквош? Я думал, что это один человек Более того, я видел как-то один репортаж В спортивном издании Печатном Не будем называть Там достаточно известный корреспондент Делился своими впечатлениями По поводу новой арены ЦСКА Которая открылась И там была такая фраза Проходили мимо И видели, как одинокий какой-то там Сквошит? Человек Человек На улице играет в сквош Одинок? Да Потом выяснилось, что просто человек бил мячиком об стенку Ну, называют это сквошем Вот Это самый популярный, наверное Вопрос, который задают новички А в чем, собственно, суть игры сквош? Чем отличается сквош от бадминтона и тенниса? Ну, самое главное отличие Это то, что два игрока находятся на одной территории То есть это критично отличает сквош от других видов спорта Нет сетки, условно говоря Нет сетки Более того, если вы посмотрите любой другой вид спорта Где два человека находятся на одной территории То их задача, как правило, друг друга либо побить, либо побороть Побить чаще всего, конечно Да, побить, да То есть у них некое противостояние, да А в сквоше все ровно наоборот То есть задача побить не стоит В сквош играют джентльмены, потому что как раз наоборот Нужно И леди Да, нужно сделать все, чтобы, не дай бог, не поранить, не задеть соперника и так далее Есть совершенно какие-то дурацкие обозначения Где-то в интернете мне попались Что сквош это полутеннис, это что-то там не до тенниса, что-то такое Я подозреваю, что это как раз теннисисты писали и такие формулировки составляли, да Наша с вами задача действительно рассказать правду, открыть людям глаза, я бы сказала В чем все-таки, в чем преимущество сквоша Не только же в отсутствии сетки Нет, нет Ну да, сквош намного динамичнее вид спорта Вот Владислав, слушай, потому что это действующий игрок, как сказал Иван Единственный за столом, да, есть и тренер, есть и организатор Функционер, да, скорее То есть сквош достаточно быстрый вид спорта По сравнению с теннисом мяч летает быстрее Соответственно реагировать нужно быстрее Также не влияет по сравнению с теннисом сила удара ни на что Потому что если ты бьешь сильнее, мяч оскакивает от задней стены, которая у нас присутствует И возвращается в корт В теннисе можно ударить сильно Тем самым выиграть Сквошу нужно играть очень тактически Очень грамотно передвигаться по корту Комбинировать удары Что очень важно, что отличает в корне от тенниса То есть сквошу, допустим, подачи не выиграешь А теннис иногда смотришь 3-4 рейса подряд И как бы закончился розыгрыш Мне очень интересно То есть еще далеко не каждый теннисист может стать успешным сквошистом? Конечно нет У нас отличается техника Отличается ракетка Отличаются мячи Отличается восприятие самой игры Соответственно, у теннисистов, конечно, есть преимущество определенное У них есть физические данные хорошие У них есть опыт попадания ракетка по мячу, что им помогает перед новичками Понятно Но профессиональный теннисист с профессиональным сквошистом на корте не сможет конкурировать Еще одно явное отличное, мой взгляд Это наличие очков во время игры Или нет? На самом деле очки Могут быть, могут не быть? Могут быть, могут не быть Обязательно могут быть только у юниоров до 19 лет То есть те, кому 18 и меньше обязаны играть в очках Это такие правила Потому что еще не сформировавшиеся у них глаза не сформировались И это защищает, соответственно, от попадания мяча Если вдруг такое произойдет Что бывает крайне-крайне редко А взрослые могут играть по желанию в очках Если чувствуют какую-то опасность Знаете что, ребят, мне попалась такая информация Что на самом деле сквош более полезен даже, чем фитнес И что потери калорий Она гораздо более происходит интенсивнее Именно во время игры в сквош Во время тренировки Мне кажется, это является очень такой привлекательной историей Для женщин, наверное, в большей степени Да, на самом деле для всех Но глядя на вас, игроков, действующих и просто фанатов игры Она скажет, что в хорошей форме А значит, в общем, да, доля правды в этом есть Это факт, безусловно То есть по статистике Среднее часовой занятие в сквош сжигает около 1000 калорий То есть если сравнить с бегом или теннисом Там порядка 350-400 То есть в 2,5 раза больше Так что, друзья, все абонементы фитнес-клубы Долой и лучший абонемент Еще азарт Могу сразу сказать Я просто тоже, там, один из моих проектов связан с фитнесом И сейчас основная проблема Основная проблема любого фитнеса Это определенная геймификация его Типа, как сделать сжигание калорий веселым Придумывать всякие челленджи Всякие проекторы Крутим под музыку Делаем вот это Приседаем под музыку Какие-то бонусы, баллы То есть придумывается для того, чтобы было не скучно сжигать калории Да, ну и что-то новенькое А тут такой азарт Вот тут такой азарт Ты берешь эту ракетку Вот это вот прикосновение этого меча сначала к ракетке Потом к стене этот звук Люди просто вот Уровень вовлечения 9 из 10 То есть человек, который хоть раз попробовал сквож Это уже отмечено Он вернется хотя бы еще один раз Потому что фактор следующий Вот сквож Какой большой многослойный пирог Где очень-очень много таких вот тоненьких слоев И ты начинаешь получать удовольствие уже с первой тренировки И потом потихонечку-потихонечку То есть вот допустим теннис Для того, чтобы тебе нужно научиться играть в теннис Тебе нужно уроков 20, наверное, для того, чтобы просто научиться правильно бить Технику хотя бы Да, технику Потому что ты просто не перебьешь Там баскетбол То же самое Прежде чем попадать в корзину Ты будешь раз, не знаю, там 20 тренировок просто бросать в корзину А сквож, он достаточно простой для первого входа А потом Но потом нет предела совершенства Да, потом нет предела совершенства Это, конечно, большой плюс Друзья, очень полезная и интересная информация У нас небольшая пауза, после которой мы вернемся Оставайтесь с нами Лучшие в стране На телерадиоканале «Страна-ФМ» Ведущая Александра Хайрулина Продолжается программа А напомню, что у нас сегодня в гостях Директор турнирного комитета и судейского комитета Федерации спорта России Организатор национальных международных турниров Действующий тренер-основатель детской школы «Сити Китс» Московской сквош-лиги Андрей Колчевников Андрей, добрый день еще раз Добрый день У нас Владислав Титов, член сборной команды России Призер чемпионата России Участник индивидуального чемпионата Европы И все это 2018 года И Иван Бородин, вице-президент Федерации сквоша в России И в Москве все-таки разница есть, да? В Москве, да В Москве, пока еще в Москве Управляющий партнер сквош-клуба «Москва» Директор турнира открытого чемпионата Москвы 2018 Ну, конечно, мы говорим сегодня про сквош Мы говорим о предстоящем чемпионате Мы говорим о привлекательности этой игры Ну и, конечно, таким образом вас приглашаем Прежде всего, наверное, посетить клуб «Москва» Новый, абсолютно новый, потрясающий клуб С девятью кортами для игры в сквош И, кстати, есть же корты и для бадминтона Да, да, да Вообще, возвращаясь к истории создания клуба Когда мы решили все-таки создать идеальный спортивный клуб И понимая, что такого в России пока еще нету Я ездил, смотрел, какие клубы есть в Европе И мы поняли, что наиболее два близких вида спорта Которые очень хорошо сочетаются И вот по комьюнити, который перетекает из одного спорта в другой и обратно Это бадминтон И тогда родилась идея, чтобы совместить сквош-инфраструктуру, бадминтонную инфраструктуру При этом могу сказать, что в плане бадминтона у нас тоже потрясающая команда тренеров И если вот сквош российский, он пока только набирает обороты И там у нас нет пока призеров чемпионатов международных, чемпионатов Европы То вот как раз в бадминтоне есть И там один из наших тренеров, он мастер спорта международного класса И вообще очень сильная тоже команда Поэтому если кому-то мячик черный не зашел То берите валанчик и берите ракетку Кстати, вот на нашем открытом чемпионате, который сейчас будет 20-21 октября Будут также мастер-классы по бадминтону Поэтому если в сквош именно в это время не удастся попробовать Потому что все корты будут заняты под турнир То взяв всего лишь кроссовки и спортивную форму Можно будет попробовать бадминтон Замечательно Вопрос мой следующий такой Как часто проводятся соревнования по сквошу? Где помимо Москвы еще проводятся? Отвечает Андрей Колченников Минут на обсуждение брать не буду Проводятся турниры практически везде, где есть корты То есть у нас где-то с прошлого года заработала национальная рейтинговая система Которая структурировала все турниры, которые проводятся То есть они теперь проводятся под эгидой федерации И участник любого турнира рейтингового Он получает какие-то очки, баллы в свою копилочку Я посчитал буквально на прошлой неделе мы провели за полтора года 124 турнира Ну это очень прилично Ну в основном конечно же это Москва, Санкт-Петербург Потому что как города с наибольшим количеством сквошкортов и сквошклубов Также в Екатеринбурге много турниров прошло Новосибирск, Омск Это те, кто участвует регулярно В Вологде кстати очень хорошо А Нижний Новгород? Ну там у них своя специфика У них акцент смещен на детскую школу То есть у них в основном играют как раз дети У них очень сильный тренерский состав То есть они прям выращивают Да, они выращивают куют кадры Чемпионов мира Совершенно верно Вот у нас на чемпионате Москвы Сейчас будут играть как минимум два юниора из Нижнего Новгорода Оба из них являются фаворитами в своих категориях Можно ли сказать, что на предстоящем чемпионате Будет наверное сформирована как раз российская сборная Поскольку или Москвы Или сборная Москвы Поскольку для российской сборной Все-таки будет проводиться кубок России Чемпионата России Кубок кстати будет уже в ноябре в Екатеринбурге Чемпионата России по моему На начало ноября друзья Так что интересуйтесь Если хотите отправиться В феврале будет как раз в клубе Москва Это новость такая Значит вот на этих соревнованиях будет формироваться сборная России А сборная Москвы Ну отчасти будет формироваться на вот этом турнире Который будет у нас 20-21 Почему отчасти? Потому что турнир все-таки открытый Мы хотели для первого турнира сделать Пригласить как можно больше гостей с разных городов Поэтому турнир получил статус открытого И соответственно по спортивным признакам Он не может являться основой для формирования сборной Но тем не менее результаты показаны московскими спортсменами Безусловно будут приняты Учитываться потом Учитываться федерации Вот опять же Иван как представитель федерации Точно будет их учитывать при формировании сборной Москвы Точно, Иван Иванович? Точно, точно Не просто представитель, а ведь и президент федерации сквош Да, очень важную тему затронул, кстати, Андрей По поводу детского спорта Вот сквош, он, по крайней мере, в Москве Первоначально вырос как вот такое Элитное закрытое действо Для очень обеспеченных людей Потому что было мало кортов Их невозможно было забронировать Их там всего было 3-4 на всю Москву Но это очень мало, конечно Да, это, конечно, сейчас мало Сейчас кортов гораздо больше Опять же говорю, если воспользуетесь поисковыми системами Вы найдете достаточно много сквош-клубов И многие сквош-клубы сейчас развивают свои детские школы Со скольки лет можно идти уже отводить своих детишек в сквош? Ну, прям отводить, Влад, лучше скажет Отвозить на коляске, может быть, еще не знаю Вы начинаете какие-то делать общие вещи То есть развитие координации, ловкости Можно с 3-х лет порядка А именно, когда дети берут ракетку в руки И начинают бить мячик об стену Да, это в 6 лет, в 7, скорее Ну, есть уже, да, раз работают целые школы по сквошу? С 4-х лет мы берем в нашу школу Наша задача на базе клуба сделать настоящую детскую академию Мы обсуждали, давайте поставим бессознанную цель Но для начала мы поставили, чтобы у нас 100 детей занималось в нашей системе Сейчас их занимается порядка 15 Но это за 2 недели Поэтому наша задача, чтобы их было 100, потом 200 А потом на сколько влезет? А потом тысячи, конечно, нет предела Давайте посмотрим видео У нас есть трехминутное видео, небольшое Слово Андрею, как говорит Иван Андрей, ну просто расскажем, что это было за событие Ну да, это как раз был последний, значимый такой весомый турнир международный Который проходил в Москве, в том числе на стеклянном корте Вообще стеклянный корт, конечно, это уникальное сооружение Это очень зрелищно Это очень хорошая картинка для телевидения Потому что можно снимать со всех сторон Ну вот как сами видите сейчас Если кто-то может видеть, то это достаточно отчетливо видно Соответственно, на этот чемпионат мы пригласили То есть это был чемпионат PSA Международный в том числе Это как аналог ITP в теннисе Да, так же PSA в Скоше Вот как раз победитель этого турнира PSA был сейчас на экране Фин Ями Айнин Так начинающая сквашистка Да Плюс мы провели на этом же стеклянном корте Детский небольшой турнирчик Одной из школ московских Ну и соответственно финалы вот в категории Вот как раз из Нижнего Новгорода девочка сейчас вот играет в очках Заняла второе место Заняла второе место, да На взрослом турнире Это вот показатель того, как развивается сквош детский именно в Нижнем Новгороде Соответственно параллельно с профессиональным турниром Прошли турниры российские тоже Вот Влад как раз играл в финале этого турнира Вот как раз он сейчас на экране Можно его даже посмотреть Точно, вот он Да Был захватывающий, драматичный финал На мой взгляд лучший, наверное, из всех, которые были сыграны до этого Ну то есть по зрелищности По зрелищности точно абсолютно Хотя у Влада давнее соперничество с его оппонентом, с Костей И даже не знаю, какой счет у вас Противостояние внутренних равных Да, мы, да, дитран через раз Дитран, да, через раз Но всегда, практически всегда Можно даже деньги ставить на счет 3-2 То есть точно будет счет 3-2 По-моему, ни разу не было такого, чтобы кто-то выиграл там 3-0 или 3-1 Да, вот просто проясните, что такое счет 3-2 Там в сквоше ведется В профессиональном счет по геймам Так И, соответственно, выигрывает тот игрок, который Выигрывает три гейма Из пяти возможных Ну, в теннисе Счет 3-2 Счет 3-2 Это говорит о том, что было сыграно все пять геймов И более того Помимо того, что это был счет 3-2 Был баланс Это значит, что играли до разницы в два очка Да, тайбрек И действительно был захватывающий матч Мы все Даже нельзя было сказать, кто за кого болел больше Потому что противостояние как раз Константина и Влада Это такое украшение нашего спортивного И вишенка на торте Да, вишенка на торте Поэтому и это все игроки, которых мы очень любим И за каждого болели Просто вот наслаждались сквошем Я больше хочу сказать, что зрительская аудитория Которая вот собралась Это все проходило в один день Причем Влад играл с Костей чуть раньше Еще при дневном свете Когда не самое лучшее Не так зрелищно выглядит А профессионалы играли уже практически в ночи Когда вот все красиво, все с освещением Но поддержка зрителей была просто в разы громче В разы динамичнее Именно днем на игре Да, днем на финале, который играл Влад Потому что они показали действительно такой уровень игры И просто фантастически абсолютно Ну что, счастливые и довольные люди Кубки Единственный вопрос, который хочу тоже задать Я видела на одном сквошисте Нога перебинтована Насколько травмоопасен этот вид спорта? Это, наверное, Влад Влад, вопрос к тебе На самом деле, любительский сквош практически не травмоопасен То есть для тех, кто приходит в первый раз Который увлекается этим 2-3-4 раза в неделю Сквош совершенно не травмоопасен на вид спорта По версии Forbes признан одним из самых здоровых видов спорта То есть специализированный паркет на корте Который амортизирует полностью движения твои по корту То есть практически противопоказаний нет? Ну если только совсем какие-то там клинические истории, да? Нет противопоказаний, только если есть какие-то именно травмы Которые не позволяют тебе ходить Да, понятно Тогда ты не можешь бегать в вашем беге Незовместимые жизнью травмы Господи, тем какие И, соответственно, если вы придете с сквош То вы 99 и много процентов идете без травмы из корта Без травмы, спортивные, стройные, азартные, красивые Какие еще? Веселые? Веселые, да На самом деле вот про веселых Заряжены весь день Да, я могу сказать еще такую вещь Очень важную тему затронул Андрей Это про дух сквоша Это действительно единственная игра, где вы находитесь с соперником В одном игровом поле Но не можете получить преимущество за счет физического контакта И поэтому, честно говоря, это перевоспитывает очень многих людей Я сам пришел с сквоша с баскетбола Отучают вообще от физических контактов Уважать соперника То есть ты не можешь его там оскорблять Ты не можешь ему что-то там говорить Ты не можешь там не признавать свои ошибки Наоборот, считается, вот если ты допустил какой-то фолл Там два касания или еще что-то Принято поднимать руку, говорить Все, эта игра реально воспитывает характер Это почему еще хорошо для детей? Потому что учит быть в контакте не только со своими друзьями Но и со своими соперниками Что в современном мире очень важно Когда мы находимся в своем взаимодействии И именно поэтому, возможно, сквош очень сейчас популярен У него сейчас новый бум популярности в Англии Он очень популярен в Штатах И вот одна из его преимуществ В странах Азии, я знаю тоже Да, преимущество сквоша Именно с точки зрения обучения детей Для талантливых детей существуют также сейчас стипендии по сквошу Можно в престижные вузы зарубежные за счет этих стипендий То есть сейчас начать заниматься сквошем с детства То вполне можно через несколько лет поехать учиться именно по сквош стипендии Даже был у нас информационный партнер спортивный, чемпионат Ком Он целую статью по этому поводу писал У нас одна девочка уехала из Москвы в Англию учиться по этой квоте И из Киева девочка одна уехала тоже в Америку Что касается экипировки Я допускаю, что есть сейчас люди, которые и утром участвуют в нашем конкурсе Страна играет сквоша сейчас, которые нас слушают и смотрят Окей, все, я хочу По поводу экипировки Ее можно в клубе Москва приобрести Или можно заехать просто в спортивные магазины Для первого раза вполне подают просто любые кроссовки зальные Для первой тренировки Хорошо, а что касается ракеток и мячей Это все дается на тренировках, особенно на первых Либо в аренду, либо... А, как же так, вот это замечательно То есть не нужно никакого специализированного оборудования Нужен только ваше желание Позитивный настрой На самом деле даже можно негативный настрой Потому что люди, которые заплутают... Даже лучше, даже лучше Знаете, был случай буквально вчера Вот к Андрею там заплутала Девушка пришла первый раз на тренировку В ужасном настроении Она такая пришла, ужасно опоздала Такая, вот, еще у нее подруга там что-то заблудилась В итоге они вдвоем вышли после тренировки Глаза горят, румяные Говорят, тут же можно мы еще придем, запишемся? Я говорю, да, конечно, можно А может быть дело не в сквош, а в Андрее просто Вы не думали об этом? У нас все тренера хорошие Но я даже не сомневаюсь Но вот, кстати, что касается тренеров Они же все профессиональные сквошисты, да? Не курсы же закончившие люди там какие-то Да, есть международная сертификация Вот подробнее тоже Андрей может про нее рассказать Потому что он является как раз обладателем этого сертификата И может рассказать про нашу команду Да, у нас... То есть вообще в мире принята градация тренеров трех уровней То есть первый, второй, третий Первый – это начинающие Тренеры Второй уровень – это более продвинутые Которые уже могут тренировать Так Более профессиональных игроков А третий уровень – это... Очень дорогие Третьи Третьи – это, да, должны быть очень дорогие По идее Они тренируют уже спортсменов непосредственно А, понятно То есть вот у нас есть тренер в команде Третьей категории Арнис Да Игорь тоже А, Игорь тоже Игорь тоже, да Игорь тоже третьей категории Вот у меня вторая категория Ну у всех у нас Либо там от первой до третьей категории В зависимости от... От первой до третьей категории Вот такой вот, смотрите, что вы получаете Сертификат С которым потом Что происходит? Человек приходит Непосредственно или заранее звонит Он на самом деле может забукировать Вот у нас тут даже QR-код есть Это очень легко С айфона даже можно А мы вот так покажем оператору А, угу Вот Вы заходите на наш сайт Бронируете тренировку с тренером Такая опция есть Будет здорово, если в комментариях напишите Что я выиграл Сертификат На стране FM Нам будет приятно, что сертификаты Не канули нигде в лету И люди приходят Вам подберут тренера Вы придете на... Свяжутся подберут тренера Вы придете на пробное занятие Это вам не будет стоить ни копейки Потом вы станете нашим фанатом Вы будете ходить нам каждую неделю И потом принесете очень много денег Все равно вы стоите Потому что вы уже не сможете дальше жить без сквоши Вы знаете, вот сквош Это с одной стороны Конечно же там все услуги Они стоят денег Но я вас уверяю Но не дороже любого другого вида спорта Я понимаю Занимаются фанаты Это прежде всего... А среди фанатов сквоша Ведь вы так скромничаете И не называете эти громкие имена Всем известные фамилии Ведь стоит их назвать И становится понятно, что В общем, действительно очень интересная игра Земфира, да? Вы сказали... Да, да Давно уже причем играет Не просто играет А фанатка настоящая Да, она причем приходила на пару раз на наши чемпионаты Которые проходили На чемпионат России Приходила в качестве гостя Ну и в принципе она занимается достаточно регулярно Ну много актеров известных играет Актеров, журналистов Алексей Кортнев, да? Кортнев играет, да Павел Занозин с Первого канала регулярно играет Очень азартно играет То есть успехи есть Безусловно, да Прям занимается Прям хочет достичь Много кого И западные тоже звезды Очень много играет А, ну самая известная история Когда приезжал Из последнего приезжал футболист Ван Бастон Он дикий фанат сквоша И Андрей с ним поиграл Я с ним поиграл Вот При том, что Он вот как в футболе Такой везунчик Когда вот он там Эти свои сумасшедшие голы забивал То же самое в сквоши То есть он вроде бы Ему там сколько? За 50 же? 53 ему 53 года Я не могу сказать, что он там быстро бегает Как-то двигается У него хорошее движение Он в хорошей форме Но при этом он умудряется забивать такие мячи Вот как в обычном сквоши не летают Я ему Мы с ним поиграли Я говорю Слушай, скажи, пожалуйста Вот этот гол, который ты вот тогда вот забил Известный Ты так и хотел ударить? А он мне говорит Да ладно, просто повезло Так получилось Вот припред Поэтому он Так Вот такие люди играют Абсолютно разные Ну вот про Аван Бастен Как раз могу сказать Еще добавить немножко Что спрашивали его Почему именно сквоши То есть почему он начал заниматься сквоши Он сказал, что после окончания футбольной карьеры Когда он понял, что ему не хватает физической нагрузки Он много видов спорта перепробовал Разных абсолютно И остановил свой выбор именно на сквоши Потому что он дает ему наибольшую вот эту нагрузку В течение наименьшего количества времени Поскольку он еще, помимо всего прочего, является функционером У ЮФА или ФИФА, не помню уже ФИФА ФИФА, да То есть у него очень много еще работы офисной И сквоши он помогает всю спортивную составляющую своего режима Да, закрывать от и до И когда был чемпионат мира в Москве По футболу Я его видел вот в одном из клубов Буквально каждый день Вот Влад как раз там тренировал Вот это, да, действительно поклонник, как поклонник Порядка там каждый день И даже один раз сыграли матч Ван Бастон против Реброва Ребров, кстати, тоже увлекается сквошем активно Да, футболист московского Спартака Кто кого победил? Ну, Ван Бастон на опыта больше Понятно Ну и здесь, может быть, как-то уважение к гостю Ну, Артем тоже растет Так, Артем тоже растет Коротенькая пауза И мы еще продолжим общаться с нашими гостями Лучшие в стране На телерадиоканале Страна.ФМ Ведущая Александра Хайрулина Сквоша Говорим мы сегодня про сквош, друзья Собираемся с вами обязательно на сквош И вот, в частности, хотя бы Как минимум, если очень хочется почувствовать атмосферу Отправиться в клуб Москва Самый крутейший в России клуб посквош Правильно я говорю, да, Иван? Крупнейший Крупнейший Ну, крутой тоже Почему? Ну, что же Ну, я так считаю Семей, правда 20-21 октября Это будет открытый чемпионат Москвы Посквошу У меня сегодня замечательные гости Совершенно в гостях Я обязательно сейчас назову Перечислю все регалии Андрей Колчевников Директор турнирного комитета И судейского комитета Федерации спорта России Организатор национальных международных турниров Действующий тренер Что очень важно Основатель детской школы Сити Китс Московской сквош-лиги Владислав Титов Это член сборной команды России Призер чемпионата России Участник индивидуального чемпионата Европы 2018 Влад, мы тебя увидим 20-21 октября Да, конечно Я не участвую в турнире Девочки Собираемся Собираемся И Иван Бородин Вице-президент Федерации сквоша Города Москва Управляющий партнер сквош-клуба Москва Директор турнира Открытый чемпионат Москвы 2018 И просто фанат И игрок сквоша С рождения Кстати, на ваших экранах Сейчас в том числе Есть и фотографии С чемпионатов, с турниров Смотрите, получайте удовольствие А я очень хочу поинтересоваться У своих гостей Кто как давно Каким образом Увлекся сквошем Андрей, с вас начнем Уже по сложившейся традиции Ну, у меня случай Вообще, наверное, уникальный Я первый раз Ракетку взял В возрасте 41 года То есть До этого Да, это действительно А до этого Ничего Вообще спорта не было Ну, любительский спорт То есть Не сказать, что я чем-то Активно увлекался Просто вот Попробовал Так, слушайте Это очень хороший пример Потому что сейчас Многие 40-летние ребята Такие Ого Значит, еще не поздно Вопрос тоже стоял в том Чтобы там Ну, что-то сбросить Где-то там Что-то там Так Спасибо за честность Там форму Привести себя Привести в форму Там после отдыхов И так далее И, в общем, пробовал И фитнес какой-то И вот попробовал сквош И понял, что вообще Это совершенно другое Другой уровень Это Действительно Вот то, что Ваня говорил Гораздо более интересно Чем просто бегать там И после этого Я уже оттуда не ушел Как важен первый учитель Все-таки Через два года Я уже начал тренировать Ира не только Андрея Затянула в сквош Меня тоже Да Вот как Привет, конечно Огромный передадим Она сейчас играет? Она сейчас Ну, она будет играть На ближайшем турнире Она сейчас Больше тренирует Как действующий игрок Она уже Почти что закончила Реализовалась Ну, она завоевала Все возможные Невозможные титулы В России Поэтому, наверное Действительно Мотивацию Очень сложно найти Вот Но на турнире Мы ее увидим Однозначно Вытащили ее Она сказала Ребят, для вас Выступ Круто, круто Влад Слово тебе теперь Когда ты оказался На корте Уже с ракеткой И играл в сквош И каким образом Тоже Ирина Или Иван Нет, я вообще Начал в Новосибирске Да, очень далеко От Москвы И это был сразу Сквош С детства Нет Я занимался танцами Очень долго После Я закончил Какими Очень важно Сейчас танцор Спортивно-байными танцами Да Шесть лет Я занимался Ух ты Достаточно спортивно Тоже И после Я хотел пойти в волейбол Но мне Меня не допустили На занятия По противопоказаниям По здоровью И я начал заниматься Сквошем Потом Это стало мне Все больше И больше нравится Я стал уделять этому Все больше и больше времени Все дошло до того Что я занимался Четыре, пять, шесть часов в день Даже так? Да И со временем Это Съело вообще Все остальное В моей жизни И после Я переехал Сначала в Питер Потом в Москву В стремлении Все больше и больше Развиваться И выигрывать Потрясающая история Я желаю тебе побед Впереди Побед, побед, побед И, конечно, на международный уровень Иван Прошу У меня Похожая Про любовь к сквошу Да У меня похожая история Наверное, с Андреем Я тоже пришел В 41 год? Ну, не в 41 год Да Я пришел Уже после 30 Где-то мне было, наверное, 32-33 года И было любопытство У меня Товарищ есть Который сейчас живет в Англии Он англичанин Он тогда жил В Москве Работал в одном инвестиционных банках И я ему говорю Слушай, Ник Я вот слышал, что есть такой зверь Сквош Расскажи мне, что это И, наконец, мы смогли забронировать корт И именно тогда Я первый раз узнал, что корт забронировать В Москве Это большая-большая проблема Вот Мы поиграли Я кайфанул Но тогда я не смог понять Потому что это был клуб Тогда мультиспорт Там было сложно понять Как зацепиться за тусовку Потом я прочитал статью Как раз про Иру Беляеву И у них замечательный тоже клуб Который многих людей приобщил К клубу Это фабрика сквоша Это просто легендарное тоже место Я пришел там на тренировку К самой Ире это не попал Вот Начал тренироваться Одним из тренеров Мне очень нравилось Ну а потом Ира И эта женщина изменила Мои дальние сюжеты Легендарная женщина Ирина это легендарный человек Даже дело не в том Как и что она тренирует А то что вот То комьюнити Которое создалось вокруг нее И продолжает она активно его развивать И как функционер Мы с ней коллеги Как раз по Московской Федерации Сквоша Вместе развиваем этот спорт Я очень надеюсь Значит что Ирина может появиться И в нашей студии тоже Мы обязательно есть пригласить В следующий раз пойдем с Ирой к вам И я это попробовал И тогда я как раз У меня возникла идея Что неплохо было бы Что-то построить Связанное со сквошем И мы с моими партнерами Построили первый клуб на Шаболовке Это такой микс Между как раз вот фитнесом И сквошем Он называется Soul Rebel И до сих пор там Невозможно забронировать корты Потому что одно из таких Тоже популярных мест Вот мы сделали этот проект И собственно говоря Теперь я занимаюсь В основном только спортивными проектами Развиваю сквош Любительский Профессиональный Детский В общем Вот так вот Казалось бы любопытство Привело меня Я вот про комьюнити Хотел еще Прям буквально Одну ремарочку вставить Потому что действительно Ваня напомнил мне На самый первый турнир Который я пришел Вот я начал играть 41 год Начал что-то нам отбивать И попал на турнир Узнал что есть турниры Оказывается по сквошу Думаю господи А можно поиграть? Можно вообще не вопрос То есть ну Там градация есть Новички и так далее Конечно Я естественно пошел В самую слабую категорию Увидел количество народа Который играет Мне это все настолько понравилось А потом еще была Турнирная вечеринка И вот тут я понял Что все я влюблен Потому что вот это общество Которое вот только что Оно на кортах там бегало Умирало А тут оно вечером Собралось значит Отпраздновать этот турнир Он новогодний был как раз И они все такие позитивные Все такие добрые Все вот прям действительно И все Мне захотелось Отсюда вообще никуда не уходить больше Вот прям Это правда То есть вот позитив То есть ты выходишь Соперники на корте Даже Как это Знаешь что я что Обратил внимание Когда Я тоже проходил Для любопытства Первый курс Тренерства Я заметил Что во всех учебных Во всех учебных Как это называется Пособиях Там не соперник Написано А партнер В сквошу Очень классно Партнер Дорогие мои зрители Теперь и слушатели Напомним Что 20-21 октября Можно отправиться И провести время С огромным удовольствием В клуб Москва Сколько у нас Начало Иван В 10 часов Ну смотрите В 10 часов Начинаются игры Причем они Что Отличают Подобного Формата Турниры Что там Разные категории То есть Есть любительские категории В которых Играю Допустим Я играю Вот есть профессиональные В которых играет Как раз Влад Есть там Новичковые Совсем Поэтому с 10 часов утра Все эти категории Начинают играть Одновременно На 9 кортах В общем Можно будет обойти За время всех соревнований Матчей Практически все корты Знакомиться и с клубом И понять для себя Действительно Что надо играть В сквош Надо смотреть Телерадиоканал Страна ФМ Слушать Принимать участие в игре Страна играет в сквош Ну и Жизнь наша Я так понимаю Со сквошем Как-то Еще радостнее Конечно Количество эндорфинов Зашкаливает Поверь мне Спасибо огромное Я вас благодарю И до новых встреч Спасибо большое Спасибо Приходите